Глаз Алмаз За 68 минут экипаж Сулейманова собрал 6 алмазов из 10. Это весьма неплохой результат, но и не лучше. Быстрее с заданиями справились в основном те, кто хорошо знал местность вокруг Пашии. Ну вообще замечательно. Первый раз участвую и очень понравилось. Так, гонки такие, конечно, первый раз. По лесу мы, конечно, ездим, на охоту, на рыбалку везде ездим. У нас, конечно, машины не подготовлены, как вот у них, но мы на ней. Передний привод, правда, отказал, мы на заднем нормально. Все собрали, все алмазы, все. Сейчас пойдем в ломбард. Алмазы, собранные на мультитрофии, материальной ценности не представляют. Вместо камней с картами – цветные пластиковые камушки. Для участников они станут памятной ценностью. Будут напоминать о первом горнозаводском соревновании внедорожников. Взять от комаров – все самое лучшее. В Усолье прошел первый в стране фестиваль русского комара. Культурная программа растянулась на 7 часов. Тут вам и парад комаров, и конкурс детской одежды «Писк моды». Организаторы надеются, что со временем праздник в честь кровососущего станет узнаваемым брендом верхниками. Усольская земля приняла фестиваль комара не случайно. Со своими идеями сюда съезжаются активисты со всего края. В этот раз искали своеобразный бренд Усольского района с помощью персонажей. Но Дед Мороз занят, праздник огурца проводится в Суздале, а где-то на просторах страны и мышей уже чествуют. Администрация района согласилась поддержать тот образ, что укажет на обширные леса, поля и реки. У нас богатый туристический край. Ну и кто сопровождает нас на природе? Вот он комар. И поэтому мы решили, раз есть такое существо, значит, очень интересное, потому что комару очень много посвящено различных и сказок, и басен, и анекдотов про комара очень много написано. Это хорошая основа для повода, чтобы повеселиться. Парад комаров, катание на лошадях, конкурс шашлыков. Программа фестиваля предполагала 7 часов непрерывного веселья. На празднике комара, конечно, не обошлось и без писка. Коллекцию детской одежды «Писк моды» показали и юные манекенщицы. Участницы представляют наряд «Маленькая прима-балерина», автор изделия «Мама Элины» Анастасия Кочура. Всех, кто по каким-либо причинам не смог попасть на первый фестиваль, организаторы ждут в усоле в следующем году. За это время новые поклонники кровососущего насекомого могут хорошенько подготовиться, сочинить или выучить басни, песни и стихи в честь комара.